В Симферопольском районе прошел второй этап открытого Кубка Федерации по кантри-кроссу «Единство-2015». Соревнование приурочено к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Ранее спортсмены состязались в Бахчисарае. На этот раз участники из большинства регионов полуострова выступили в пяти гоночных классах. Подробности смотрите далее. Участники соревнований готовятся и приводят в порядок своих железных коней. Кантри-кросс не для слабонервных. Это дисциплина мотоспорта, которая заключается в преодолении сложных препятствий на мотоцикле. Трасса состязаний представляет собой замкнутое кольцо. Главная задача – как можно быстрее пройти дистанцию, в данном случае 10,5 километров, не допустив срезов. На дистанции могут быть лесные участки, подъемы, спуски, естественные искусственные преграды. Главный судья Сергей Любимов уверен, учитывая, что дисциплина новая, участников скоро прибавится в разы. В этом году мы запланировали таких мероприятий пока что три. Это своеобразный микс между мотокроссом и условно ралли-рейдом или дисциплиной мотоциклетной эндуро. Это мероприятие у нас закрывает весенний сезон. Мы провели пять мероприятий, если считать это по весне. Ну и у нас порядком 11 еще на осенний период. До старта остаются считанные минуты. Участники заканчивают последние приготовления, немного волнуются. А болельщики в предвкушении делают ставку на победителя. Соревнования такого плана проходят в Крыму второй раз. Президент Федерации автомотоспорта Республики Иван Гуценко считает, что здесь основной принцип – кто быстрее, тот и прав. Раньше у поклонников этого опасного вида спорта возможности собираться в таком формате не было. Я думаю, что это будет доброй традицией, по большому счету. Ведь это собирает клуб по интересам. Раньше люди просто разрозненно группами ездили по лесу, скажем так, по большому счету, не соблюдая экологических правил. А вот Наталья Лантух с мотоциклами на ты еще с детства, благодаря отцу. Она считает, что подобные соревнования нужно проводить как можно чаще и вовлекать в них детей. Ведь стране нужна здоровая нация. Наша задача как раз в этом и состоит. Привлечь как можно больше юных крымчан к различным видам спорта, в том числе к техническим. Технические виды спорта – это особый вид спорта, который формирует не только спортивную волю, характер, но и формирует интеллект, формирует вообще знание жизни, знание современной техники. И я думаю, как раз такие спортсмены нужны Крыму. Победитель класса профи Владимир Шакин сам родом из Бахчисарая, из города, где проходил первый этап кубка. Ранее в рейлерейдах мужчина занимал призовые места, но как любитель. Тренировался, выиграть, конечно, хотел, но что все сложится вот так, не ожидал. Свою победу он посвятил жене и отцу. Классно, переживания с утра, за мотоцикл переживаешь, чтобы не подвел, потому что лужи большие, здесь очень глубокие. Бывает, глохнет мотоцикл в них, ну, повезло, как бы, Бог помог, сам готовился. Всего в соревновании выступило 62 участника, а это на 13 больше, чем в прошлом этапе. Порядка половины из них стартовали в классе «Хобби». Анастасия Соленик, Алексей Романов, Время новостей, Симферопольский район.